Здравствуйте, уважаемые поклонники автомобильных гонок! Мы приглашаем вас в прямом эфире в Барселону, в Испанию, ну а точнее в столицу Каталонии, в Барселону, в которой находится вот эта трасса Каталония, принимающая у себя девятый этап немецкой кузовной серии ДТМ. Всего лишь три гонки остаются до окончания чемпионата 2008 года и четыре, сразу четыре претендента на чемпионский титул. Борьба обещает быть невероятно напряженной, но вот первый из этих трех финальных состязаний сегодня на наших глазах в прямом эфире на спортивном канале Сим ТВ. Ну и вместе с вами, как всегда, за гонкой серии ДТМ буду наблюдать я, ваш комментатор Сергей Беднару. Год назад здесь в Барселоне апогея достигла напряжения в борьбе между Мерседесом и Ауди. В итоге это привело к скандалу, к фарсу, который разразился здесь в прошлом сезоне. Будем надеяться, что ничего подобного не произойдет на этот раз. Но в любом случае воспоминания о событиях годичной давности подогревают, что называется, напряжение к сегодняшней гонке. Тем более, что борьба в чемпионате действительно предстоит нам очень напряженной. Но вот эти выстрелы, которые здесь в качестве такого шоу-представления перед стартом гонки, они еще только более нам напоминают о том, что сегодня нам действительно предстоит невероятная битва. Битва за победу в этой гонке и битва за преимущество в чемпионате 2008 года. Итак, Тима Шайдер после двух побед в нынешнем сезоне, после своей блестящей победы на Апринскетче, сумел довести преимущество над своими конкурентами до 9 очков. Но сразу два гонщика Мерседеса преследуют пилота Ауди. Это Джейми Грин и Пол Дереста. На их счету по 45 очков. Это меньше на 9, чем у Тима Шайдера. Но всякое в годах может произойти. И, скажем, сход с дистанции Тима Шайдера и победа Грина или Дереста автоматически выведут лидеры чемпионата именно британского гонщика, одного из этих двоих пилотов. Ну и также шансы на титул сохраняет и Маттиас Экстрем. Он в 10 очках позади Шайдера. Соответственно, по одному пункту проигрывает Грину и Дереста. Казалось бы, может быть, у Экстрема здесь не менее выгодная ситуация. Но не будем забывать, что Швед является двукратным и действующим чемпионом серии ДТМ. Пока на ваших экранах Берд Шнайдер. Вчерашний победитель квалификации рядом с испанцем Педро Долоросой. Тест-пилотом команды Макларен. Который, как и год назад, приехал сюда в Испанию понаблюдать за гонкой ДТМ. И, конечно же, поболеет за Мерседес. Поскольку Мерседес является поставщиком и совладельцем команды. Поставщиком двигателей и совладельцем команды Макларен в Формуле-1. Ну, что ж, вот четверка лидеров. Теоретически, мы об этом вчера в квалификации уже говорили. Шансы на титул сохраняют также и еще два гонщика. По одному из представителей Мерседеса и Ауди. Это Бруно Спенглер и Мартин Томчик. Но проигрывают они уже достаточно много. Спенглер в 23 очках позади Шайдера. А Томчик и вовсе в 28. Ну, и, конечно же, за три гонки отыграть это отставание будет очень тяжело. Поскольку сейчас в розыгрыше чемпионата, учитывая сегодняшнюю гонку, остается 30 очков. Поэтому, скорее всего, конечно же, борьба за титул будет вестись исключительно между четырьмя лидерами чемпионата. Тима Шайдером из Ауди, Джейми Грином и Полом Дерестой из Мерседеса. И еще одним представителем Ауди Матисом Экстремом. Ну, а сейчас на ваших экранах виртуальное представление стартовой решетки. Ну, и, наверное, самое время как раз перейти к итогам вчерашней квалификации, которую вы могли наблюдать на нашем канале также в прямом эфире. И эта квалификация стала, пожалуй, может быть самой интересной в нынешнем сезоне по напряжению и по невероятному исходу. Поскольку в итоге пол позиции досталось Берту Шнайдеру, гонщику Мерседеса. Как здесь многие шутили, не тот Мерседес оказался на поле, какой бы хотел видеть Норберт Хауг. Поскольку претенденты на чемпионский титул Дереста и Грин оказались чуть поводаль. Но Хауг на это ответил, что для нас нет разницы, какой автомобиль, какого пилота стартует с первой позиции. Ну и тем более Берта Шнайдер, он предан марке Мерседеса, уже много лет выступает за эту команду в серии ДТМ. Ну и этот пол стал для него 25-м в карьере. И учитывая то, что совсем недавно, буквально на прошлой неделе, он отпраздновал 25-летие своей гоночной карьеры. И с момента дебюта в формуле Ford немецкой, конечно же, вот эта магия чисел только подогревает события пола Берта Шнайдера. Тем более, что события достаточно редкие. Последний раз Берта Шнайдер стартовал с первой позиции в ДТМ аж три года назад. Это было на голландском этапе в Занфорте в 2005-м году. С тех пор, даже в 2006-м году, когда он стал в пятый раз чемпионом, он квалификации не выигрывал. Но вчера блестяще под самый занавес третьей части квалификации сумел вырвать пол из рук Тима Шайдера. Короля квалификации этого сезона, на счету которого уже 4 старта с пола. Но все-таки на 31-тысячную, но Берта Шнайдер оказался быстрее. Ну и кроме того, что это 25-й для него в карьере пол, это также и сырковой старт с первой линии стартового поля. Естественно, Шнайдер был очень доволен своим результатом. Сказал, что первые две попытки были не слишком удачные. Шины не идеально держали дорогу. Но вот третий комплект резины оказался просто отличным. И в итоге позволили ему пройти идеальный круг. Три сектора были безупречно пройдены Бертом Шнайдером, пятикратным чемпионом серии ДТМ, который сейчас на ваших кранах. И в итоге он завывал эту пол-позицию, которая, в общем-то, для Мерседеса действительно является очень важной. Даже несмотря на то, что, может быть, с пола стартует не претендент на титул. Но к этой теме мы, естественно, еще вернемся. Ну а вместе с Шнайдером с первой линии стартового поля в бой отправится вот этот гонщик Тима Шайдер. Тима Шайдер лидер чемпионата. Ну и учитывая то, что он сумел опередить всех своих ближайших представителей по турнирной таблице, и Грина, и Дересту, и Экстрема, он вполне остался доволен своим вторым результатом, несмотря на упущенный пол. Ну и для Тима Шайдера, как он и сам признавал, здесь самое главное аккуратно пройти первые повороты гонки и просто постараться заработать очки. Ну и действительно, учитывая вот это девятиочковое преимущество Тима Шайдера, ему даже не обязательно опережать своих конкурентов. Ему главное не проигрывать на каждом из трех оставшихся этапов в Барселоне, Лимане и Хоккенхайме более, скажем, одной позиции тому же Грину и Полу Дересте, и тогда он станет чемпионом. Казалось бы, ситуация достаточно простая для Тима Шайдера, учитывая его высокий уровень выступления в нынешнем сезоне. Он, кроме двух побед, еще шесть раз был на подиуме, и вообще всего лишь два раза оказался вне пьедестала почета, и лишь один раз вообще не сумел набрать ни одного очка, но это было связано со штрафом за фальстарт в Муджелло. Казалось бы, вот учитывая все это, не составит трудности Тима Шайдеру справиться с этой задачей, но мы знаем, что гонки – это непредсказуемый совершенно вид спорта. Здесь может произойти все, что угодно, ну и, скажем, тот же завал в первом повороте, сход с дистанции или какие-то технические проблемы, с которыми Тима Шайдер пока что, к счастью для его болельщиков, для него самого еще не сталкивался, но от этих бед, в общем-то, не застрахован никто, и тот же Матис Экстрем на предыдущем этапе Брэндс Хечи испытывал проблемы с техникой во время квалификации, что, возможно, ему стоило в итоге и победы в гонке. Но к Экстрему мы еще вернемся, а пока перемещаемся во второй ряд стартового поля, и на третьем месте Пол Дереста. Еще один претендент на чемпионский титул. Пол Дереста был самым быстрым во второй части квалификации, конечно же, рассчитывал завивать пол-позицию, но в итоге ему не удалось пройти идеального круга. Вот так же здесь сыграло, свою роль сыграло состояние асфальта, температура и то, как шины держали дорогу. Пол Дересте, может быть, не слишком повезло с комплектом шин, но, тем не менее, он сказал, что в любом случае третье место это весьма неплохо. Он стартует непосредственно позади Тима Шайдера и, конечно же, попробует побороться за победу, тем более, что впереди как бы его подогревает его партнер по команде Бетт Шнайдер, который не раз говорил о том, что, в общем-то, сделает все возможное, чтобы помочь своим партнерам по Мистедесу выиграть чемпионский титул. Ну а вместе с Дерестой во втором ряду расположился Мартин Томчик, еще один заводской гонщик Ауди. Мартин Томчик, который здесь в предыдущих двух сезонах, а Барселона всего лишь в третий раз принимает этап серии ДТМ, завоевывал пол-позицию. Он здесь был на поле и в 2006, и в 2007 годах, причем в 2006 сумел одержать свою первую победу в карьере под дождем. В прошлом году этого не удалось, но в прошлом году, в общем-то, Ауди здесь ничего не удалось, и в итоге они снялись с дистанции, протестуя против некорректного поведения, по их мнению, гонщиков Мерседеса. Ну и вот Мартин Томчик не сумел, конечно, третий раз здесь заводить пол-позицию, но и место во втором ряду это также весьма неплохо, но и сам немец сказал, что вполне удовлетворен своим результатом, поскольку плотность времен вчера в квалификации была невероятной, ну и здесь все решали тысячные секунды. Можно было за счет них как выиграть несколько позиций, так и проиграть, поэтому, в общем-то, четвертое место это не так уж и плохо, учитывая все эти условия. Итак, впереди у нас на двух первых линиях стартового поля по Мерседесу и по Ауди. Ну и в третьем ряду та же пропорция. Впереди у нас Джейми Грин на Мерседесе, еще один претендент на титул. Грин, конечно же, рассчитывал бы оказаться впереди Шайдера и Дереста, чтобы побороться за победу в гонке, отыграть у них важные очки, но сказал, что даже с пятого места здесь вполне возможно выиграть, несмотря на всю сложность обгонов на Каталуне, но за счет удачного старта вполне здесь можно отыграть немало мест. Именно на старт здесь очень рассчитывает Джейми Грин, и надо сказать, что вот за несколько минут до того, как мы вышли в прямой эфир, гонщики выезжали на установочный круг из боксов, и практически все пилоты Мерседеса, за редким исключением, тренировали старт на выезде из бокса НГАСа, оттачивали старт с места, посмотрим, как удастся им стартовать в гонке. И здесь, кстати, старт будет иметь во многом решающее значение, поскольку действительно обгонять очень тяжело. Ну и вот, учитывая все это, стоит отметить, что пилоты Мерседеса смогли забывать в квалификации исключительно левую сторону асфальта, а она является более чистой, так как продолжена по траектории. И, соответственно, по идее, здесь должно быть преимущество именно у потопичных Норкерта Хауга, которые сейчас беседуют с Вольгангом Ульвихом. Будем надеяться, что не повторится ситуация, естественно, прошлого года, и вот такие обсуждения перед стартом не перетекут в более какие-то такие ожесточенные дискуссии уже по ходу гонки и после ее финиша. Но, конечно же, в любом случае напряжение достигает своего апогея. Перед вами турнирная таблица и четверка лидеров. В десяти очках она находится друг от друга. Маттия Секстрем, сейчас занимающий четвертое место, еще вполне может выиграть этот чемпионат и стать трехкратным чемпионом серии ДТМ. Ну что ж, первые три ряда стартового поля. На них исключительно пилоты заводских Ауди и Мерседеса. В каждом ряду по одной машине Ауди и по одной машине Мерседеса. А вот четвертый ряд, и это во многом сенсация. Там мы находим две прошлогодние Ауди. Ауди 2007 года, которыми управляют Майк Рокенфиллер и Алекс Прима. Два гонщика, который выступает в одном экипаже в серии Лимана. Естественно, сюда вообще вся команда Ауди приехала на волне успеха, которую она достигла неделю назад в Сильверстоуне, одолев в очередной раз Пежо и выиграв европейскую серию Лимана. Эту битву вы также могли видеть на нашем канале в прямом эфире. Майк Рокенфиллер и Алекс Прима там финишировали на четвертом месте и внесли свой достаточно серьезный вклад в общую победу Ингольдштадтского экспресса. Ну и вот здесь им удалась блестящая вчера квалификация. Они стали двумя гонщиками на прошлогодних машинах, которые сумели пройти в третью часть заезда. Майк Рокенфиллер был очень доволен, но еще больше был доволен Алекс Прима, для которого это вообще впервые он сумел выйти в финальную стадию квалификации и в итоге стартует с восьмого места. А вот кто оказался за пределами финальной стадии квалификации, так это два заводских гонщика Ауди и Мерседеса, Том Кристенсен и Бруно Спенгер. По тому результату, который показал вчера в квалификации Кристенсен, он должен был стартовать с девятой позиции, но он с нее не стартует, но об этом чуть позже. В итоге, учитывая то, что Кристенсена нет на девятом месте, эту позицию в свое распоряжение получает Бруно Спенгер. Причем канадец признал, что никаких ошибок в третьей части, в второй части квалификации во время своего быстрого круга он не совершал, все в общем-то было нормально, но по какой-то причине время оказалось достаточно низким и не позволило ему в итоге пройти в финальную стадию и побороться уже за места в первых четырех рядах стартового поля. Сказал канадец, что предстоит поработать и проанализировать, что же именно привело к такой потере темпа, но здесь можно догадываться, что, скорее всего, проблема также была в шинах, в температуре, что просто неудачно отработал комплект на быстром круге Бруно Спенгера и в итоге он стартует с девятого места, но возлагает большие надежды также на гонку, поскольку в тренировках, когда Мерседесы испытывали гоночные регулировки и работали на длинных сериях кругов, они были очень хороши. Ну и вместе с Спенгером из пятого ряда в бой отправится еще один гонщик на прошлогодний Ауди, это Оливер Джарвис, партнер Алекса Прима. Джарвис как раз нас приучил, что частенько он творит чудеса в квалификации, не раз он уже проходил в третью ее стадию, но вот вчера этого сделать не удавалось и, естественно, британец, для которого это дебютный сезон в стерео ДТМ, был несколько расстроен, особенно учитывая, что Прима как раз в первую восьмерку попал. Джарвис признал, что нацеливался на ТОП-8, но во время быстрого круга, также во второй части квалификации, было очень тяжело управлять машиной из-за избыточной поворачиваемости и в итоге он стартует только с 10-го места. Далее в шестом ряду это еще одна такая мини-сенсация. На 11-й позиции Кристиан Альберт за рулем Ауди аж 2006 года. Это лучшее достижение экс-вице-чемпиона серии ДТМ за рулем вот столь старого автомобиля. Ну и сказал он, что вышел вчера в квалификации все, что можно. Конечно, он бы предпочел опередить всех гонщиков, выступающих на Мерседесах и Ауди 2007 года, но признал, что реально это невозможно. Ну и кроме того, заявил голландец, что в пятницу очень серьезно они работали над теми проблемами, которые существуют на Ауди двухлетней давности, а именно нехватка прижимной силы. И вроде бы их удалось преодолеть, результатом чего является столь высокое 11-е место на стартовой решетке. Ну и кроме того, стоит отметить, что Кристиан Альберт сегодня празднует 50-й старт серии ДТМ. Посмотрим, как ему удастся его провести. Вообще, обычные юбилейные старты у гонщиков как-то не складываются, но, возможно, сегодня будет нарушена эта традиция Кристианом Альбертом. Вместе с ним из шестого ряда в бой отправится еще один пилот, выступающий на, так сказать, поддержанном автомобиле. Это Гарри Паффит за рулем Мерседеса 2007 года. Британец вновь стал лучшим представителем среди пилотов, обладающих Мерседесами в спецификации 2007 года. Но Гарри Паффит выступает сегодня под домокловым мечом дисквалификации, поскольку вчера после окончания квалификации он был дисквалифицирован за то, что механики начали работу над его автомобилем за 7 минут до того, как был открыт закрытый парк, что запрещено правилами. Вот, ну, можно было предположить, что Паффит бы получил какое-нибудь наказание за тот инцидент с Кристенсеном, когда он сдержал дачанина позади себя, но нет, последовало наказание совсем за другую вещь. В том эпизоде с Кристенсеном Паффита признали невиновным, а вот то, что механики команды Персон слишком рано начали работать над его автомобилем, это послужило поводом для дисквалификации, но команда Мерседес до 9 вечера успела подать протест, благодаря которому Паффит сегодня стартует, но пока что неизвестно в итоге, сохранят ли его, как бы, участие в этой гонке или нет. Это будет рассматриваться уже через несколько недель в арбитражном суде в Испании, испанскими судьями, которые здесь на этой трассе, естественно, занимаются организацией гонки. И вот от этого будет зависеть, будет зачтен тот результат, который сегодня покажет Гарри Паффит, или нет, и тогда он будет снят из протоколов. Но в любом случае, для, конечно же, Мерседеса очень важно присутствие дополнительного гонщика сегодня в гонке, учитывая положение в чемпионате. Ну и, естественно, они воспользовались вот этим протестом, и Гарри Паффит стартует с 12-го места. Далее, в седьмом ряду у нас Маркус Винкельхок. И Винки, как называют его в падоке, признал, что хуже просто быть не могло, по его мнению. В первой части квалификации все было просто здорово, но затем машина была полностью неуправляемой, никакого баланса, чрезмерно избыточная поворачиваемость, и в итоге только 13-е стартовое место. Следом за ним Маре Энгель. Он также жаловался на то, что тяжело было найти в условиях постоянных изменений порыва ветра и температура асфальта идеальной настройки. В итоге 14-е место, но, тем не менее, он опередил своего партнера по команде Мюкки Ральфа Шумахера. Ральф в итоге только 16-й, пропустив вперед себя на восьмом ряду стартового поля, а также и Матяса Лауду. Астридс честно признал, что допустил небольшую ошибку во время решающего круга, которая не позволила в итоге ему пройти в следующий второй сегмент квалификации. Ну и Лауду сказал, что были очень плотные результаты, и, в общем-то, все решали тысячные доли секунды. И вот эта маленькая, казалось бы, ошибка, но в итоге она помешала ему попасть в число 14 лучших. Далее за этими пилотами, за Лаудой и Шумахером, в девятом ряду у нас расположились Сьюзи Стоддарт. Она была очень довольна, учитывая, что отрыв от соперников не такой большой. И Кэтрин Легг на 18-м месте, но вот она сказала, что полный ужас была квалификации, поскольку в тренировках машина вела себя гораздо лучше. Ну и 10-й ряд, 19-е место в итоге у Тома Кристенсена. Том Кристенсен был оштрафован за то, что совершил обгон Гарри Пафета уже на Петлейне. Был очень недоволен Кристенсен тем, что произошло во время его быстрого круга, когда Пафет его ненароком сдержал. В итоге за этот эпизод, за обгон на Петлейне, он был переставлен на 10 назад на стартовой решетке и в итоге стартует последним. Более того, еще 2500 евро его штраф составляет. И также штраф наложен и на Ральфа Шумахера вот за тот обгон Кристиана Альберса, если вы помните во вчерашней квалификации, когда Альберс вынурнул перед ним на Петлейне, и Ральф Шумахер по ремонтной зоне его справа обошел. За это Ральф Шумахер также наказан, но не потерями из на старте, а лишь денежно 1000 евро с него снимается вот за этот эпизод. Итак, все пилоты уже выстрелились на стартовой решетке. Впереди 58 кругов по трассе длиной 2 километра 977 метров. Старт. Берт Шнайдер сейчас реализует, похоже, преимущество в полупозиции, но очень неплохо стартовал также и Тима Шайдер. Похоже, он поравнялся с Бертом Шнайдером, и еще до торможения перед первым поворотом сумел пройти немецкого гонщика. Более того, здесь и Пол Дереста, но Пол Дереста еще лучше стартовал. Он даже здесь по внешнему радиусу провел опередить Тима Шайдера, и похоже, что ему это удалось на выходе из первого поворота. А вот Шнайдер, обладатель Пола Старт, полностью провалил, и в итоге сейчас идет в лучшем случае на третьем месте, но там его атакует Мартин Томчик. Похоже, прокажет, что не удается пройти, к счастью. Первый поворот трассы обошелся без столкновений, хотя была очень упорная и плотная борьба между гонщиками. Некоторые в задних рядах, мы видим, цепляют обочины, причем чуть ли не в каждом повороте, но, судя по всему, к счастью, сейчас все продолжают дистанцию. Здесь Том Кристенсен пертормаживает. Он, естественно, пытается отыгрываться с последнего места, но, похоже, что Датченину это пока что удается не очень здорово. Более того, он явно теряет здесь время. И посмотрите, как медленно Том Кристенсен сейчас движется по дистанции. И даже складывается такое впечатление, что поврежденный его автомобиль, возможно, прокол после вылета на обочину. Ну, а впереди у нас по-прежнему два черных автомобиля, и все-таки Тима Шнайдер сейчас находится впереди Пола Дереста. Два лидера чемпионата сумели захватить лидерство в этой гонке. Ну, и что может быть лучше для интриги сегодняшнего события. Шнайдер только третий. В итоге он уступил полностью старт. Это несмотря на то, что начинал гонку с чистой стороны асфальта, где проходит траектория. Но вот не удалось реализовать это преимущество пятикратному чемпиону серии ДТМ. И в итоге Тима Шнайдер по правой стороне, по более грязной, сумел его пройти и отбить уже атаку. Затем Пола Дереста в первом породе. Том Кристенсен возвращается в боксы. И боюсь, что гонка для Датченина на этом может быть завершена. Но подождем в любом случае. Конечно же, теперь он проигрывает достаточно много. Итак, за Шнайдером. За первой тройкой идет Мартин Томчик. Майк Рокенфиллер. Блестящий старт. Он на пятом месте. Он сумел пройти Грина. Также Прима неплохо стартовал. И он седьмой. Вот Бруно Спейлер лишь на восьмом месте. Но еще хуже на старте дела были у Матиса Эктрема. Он лишь сейчас девятый. Даже вне первой восьмерки. Ну и вообще вчера Матис Эктрем, конечно же, был очень разочарован своей квалификацией. Рассчитывал он здесь побороться за пол, поскольку именно, возможно, неудачный результат квалификации в Брентхедче не позволил ему бороться за победу. Ну и в итоге вчера ему также не удалось показать хорошего результата. Здесь вины техники уже не было. Ну и сейчас на старте не только не отыграть ничего не сумел Матис Эктрем, но наоборот. Он проиграл сейчас девятый. Вот Гарри Паффет прорвался на десятое место. Далее Оливер Джарвис. Одиннадцатый. Кристиан Альберс на двенадцатом месте. И Ральф Шумахер в кои-то веке Ральф Шумахер сумел блестяще просто стартовать. И сейчас Ральф Шумахер идет на тринадцатом месте. Вообще много проблем у него было именно с процедурой старта в серии ДТМ. Все время были у него проблемы. Уходила машина в бокс, поскольку здесь нет никаких электронных помощников, которым, возможно, за последние годы привык Ральф Шумахер. Но вот, судя по всему, продолжительные тренировки Ральфа над этим элементом гонки принесли свои плоды. И в итоге Ральф сейчас идет на тринадцатом месте. Ему удалось опередить и своего партнера по команде Мюке, Марре Энгеле, и также Матя Салауду. Маркус Винкельхок после неудачной квалификации также неудачно еще и стартовал. Он лишь шестнадцатый. Ну и далее на семнадцатой и восемнадцатой позиции Сьюзи Стоддарт и Кэтрин Лег. Ну а Том Кристенсен сейчас идет на последнем месте. Он побывал в боксах, но, судя по всему, вернулся на трассу. Правда, нужно здесь сразу отметить, что вот этот пидстоп не будет засчитан Датченину как плановый. Я напоминаю, что по правилам серии ДТМ все пилоты должны побывать в боксах два раза, но сделать это в строго ограниченном времени, в окне пидстопов так называемом. И на этой гонке это самое окно откроется, начиная с пятнадцатого круга, то есть когда пилоты преодолеют первую четверть дистанции. Ну и второй пидстоп финальный нужно отстоять до окончания третьей четверти дистанции, то есть до сорок четвертого круга. Пока что впереди мы видим Пол Дереста, сейчас уже начинает свои первые наметки атак на Тима Шайдера. И практически мы возвращаемся с вами в Брэндскедж, где вот такую картину наблюдали на протяжении всех 82 кругов дистанции. Когда впереди шел Тима Шайдера, Пол Дереста на более тяжелом автомобиле его не устанно преследовал, но в итоге так и не сумел совершить ни одной атаки и занял второе место. Но на этот раз Мерседесы и Ауди образца 2008 года здесь на барселонской трассе весит абсолютно одинаково. Сравнялся их весовой гандикап. Мы видим повтор старта. Обратите внимание, здесь пробуксовку у Берта Шнайдера. Блестяще стартует Пол Дереста, причем может быть он даже сумел бы вырваться в лидера, но несколько ему помешал Берт Шнайдер. Пришлось Дересте слева опережать своего партнера по Мерседесу. Вот еще раз повтор этого эпизода. Здесь у Матис Экстрема также неплохо был старт, но посмотрите, Шнайдер весьма жестко здесь оборонялся от атак Мартина Томчика. Экстрем вот в данный момент был достаточно близок к этой паре, а вот затем что-то произошло, видимо, на выходе из первого поворота, и там потерял немало позиций светский гонщик. Но вот здесь что произошло? На самом деле Кристенсен, мы видим, после старта сумел выиграть несколько позиций. Он опередил Сьюзи и Стоддарт, боролся с Лаудой, и в итоге дело дошло до контакта. И, судя по всему, дело дошло до контакта, и вот здесь Экстрем вылетает с трассы, мы видим. И в итоге отлетают у него элементы заднего диффузора. Ну и также здесь мы видели, было несколько вылетов пилотов. Кэтрилек жестко очень атаковала, атаковала Матиаса Лауду, и еще одно было столкновение. Ну а Сьюзи Тоддарт получает штраф проезд через Питлэйн за, как написано, покидание трассы. Возможно, несколько срезала она где-то дистанцию, ну либо просто помешала другому гонщику. И таким образом Кэтрилек сейчас должна откатиться на самое последнее место. Ну а мы видели тревожный момент для Матиаса Лауды, несколько, для Матиаса Экстрема, простите, несколько поврежден его автомобиль. И вполне возможно, это сейчас и не позволяет шведу идти в свою полную силу. Ну и еще несколько вылетов мы видели, в том числе Маркус и Винкельхо. Этим и объясняется то, что он откатился после старта на еще несколько позиций назад. Ну и в итоге Том Кристенсен также побывал после контакта с Матиасом Лаудой за пределами трассы. И после этого вынужден был наведываться в боксе для, видимо, замены резины, которая была проколота вот во время этой экскурсии за пределы трассы Каталуния. Ну а тем временем у нас два сражения в лидирующей группе. Сначала впереди Тима Шайдер и Пол Дереста лидируют, но и Шайдер впереди, Пол Дереста непосредственно следом за ним. Ну а за третье место сражаются Бершнайдер и Мартин Томчик. Причем складывается такое впечатление, что сейчас Мартин Томчик может идти по трассе быстрее, чем Бершнайдер, поскольку были уже попытки атаки с его стороны. Ну и мы помним, что на самом старте Бершнайдер достаточно жестко прикрыл калитку Мартину Томчику. Тот был уже практически поравнялся с немцем, но в итоге вынужден был отступить. Ну а вот автомобиль Маттеса Экстрема, ну и действительно вот здесь в районе заднего правого колеса, заднего левого колеса, простите, несколько повреждена аэродинамическая, повреждена аэродинамическая обвеса в Уауди. И вполне возможно это приводит к потере темпа для шведского гонщика. Конечно же все это играет ему не на руку, учитывая, что в чемпионате он и так находится в роли догоняющего. Но посмотрим, как будут складываться для Ла дальше. Вообще перед стартом этой гонки Норберт Хауг сказал, что никаких командных приказов из бокса не будет. И Шнайдер вполне может бороться за победу здесь, не озираясь на своих партнеров по команде. Никаких приказов не будет, никакой командной тактики не используется. Место этого полностью за честную игру. Но естественно мало, я думаю, что кто поверил Норберту Хаугу. Все-таки главное это борьба за чемпионский титул. Ну и сам Бершнайдер еще после предыдущего этапа на Брендсхетче говорил о том, что в общем-то готов помочь всеми силами своим партнерам по Мерседесу, Грину и Дересте. Конечно же в рамках правил, но может быть помочь, скажем, отыграть какие-то очки, опередив, скажем, того же Шнайдера. И втишнувшись между своими партнерами по Мерседесу и лидером Ингольд-Штатского экспресса. Но вот, наверное, все-таки не слишком старт прошел по сценарию Мерседеса. Наверное, они рассчитывали на то, что Шнайдер останется впереди, ну и затем уже из того, что есть, можно было далее прогнозировать ход гонки и строить ее. Но в итоге Шнайдер оказался позади и Шайдера, и Дересты. Но тем, наверное, интереснее для нас, поскольку сейчас впереди идет борьба непосредственно между двумя лидерами чемпионата. Между Тимом Шайдером и Полом Дерестой. Причем Дереста достаточно активен сейчас позади Шайдера. Может быть, активных таких непосредственных атак он на немца не сейчас возлагает. Но, с другой стороны, есть ли смысл рисковать? Возможно, стоит подождать первой волны пидстопов и затем посмотреть, как будут дела складываться дальше. Вообще, здесь очень многое зависит от температуры асфальта и, соответственно, поведения шин. Поскольку вчера после квалификации многие были удивлены, что Мерседеса в итоге сумели навязать борьбу Ауди, поскольку в тренировках исключительно пилоты ингольд-штатской команды были впереди. Но оказалось, что чем выше температура асфальта, тем лучше себя чувствуют пилоты Мерседеса, тем их автомобили держат дорогу лучше. Сегодня несколько прохладнее, чем вчера в субботу, но по ходу гонки температура может расти. И, учитывая это, с каждым кругом Мерседесы вполне возможно будут идти все быстрее и быстрее. Ну, а пока впереди у нас все-таки пилот Ауди Тимош Райдер. Следом за ним Пол Дереста, но он проигрывает менее полусекунды своему главному сопернику. Здесь мы видим повтор столкновения Кэтрин Лек и Маттия Салауда на самом первом круге этой гонки. И в итоге Лек получает проезжий через Плит-Лейн за этот эпизод. Ну, и мы видим, что и сама она себя наказала, повредив свой автомобиль. Следом за двумя лидерами Бершнайдер и Мартин Томчик спорят за третью позицию. Ну, и далее Майк Рокенфиллер на блестящем пятом месте. Джейми Грин шестой, Алекс Примана седьмой. На восьмой позиции Бруно Спенвер. Кэтрин Лек, судя по всему, эту гонку уже завершает. Ну, а мы прервемся совсем ненадолго, а затем возвратимся в прямой эфир на трассу Каталуния под Барселоной. Продолжение следует. Оставайтесь с нами. Полгереста проходит быстрее, чем Тимошайдер. Судя по всему, прогревается постепенно асфальт. И вот, учитывая все это, все тяжелее Тимошайдеру удерживать свое Ауди на трассе. В некоторых поворотах, очевидно, прослеживается избыточная поворачиваемость его автомобиля, когда заносят заднюю ось автомобиля немца. Ну, и в итоге Полгереста практически вплотную сейчас его преследует. И, вполне возможно, ждет первой волны пидстопов, которые вот-вот уже совсем скоро нас ожидают. После 15-го круга можно первый раз планово останавливаться в этой гонке. Так что совсем скоро нас ждут пидстопы. Вот нам как раз напоминают окно пидстопов на этот гоночный уикенд. Ну, и вполне возможно, что, учитывая сложность обгонов на трассе Каталуния, именно пидстопы и решат судьбу этой гонки. Вообще, если говорить о тактике и стратегии, то на предыдущих этапах мы убедились, что, в общем-то, преимущество здесь получает тот гонщик, который останавливается раньше своего соперника. Но несколько эта тенденция была прервана на предыдущем этапе Великобритании, когда Матти с Эктером, наоборот, за счет двух невероятно оттянутых пидстопов сумел выиграть много позиций. В итоге с 17-го места на старте пробился на 3-е на подиум. И если бы даже, может быть, не потеря времени в начале гонки в трафике, может быть, он даже сумел бы и побороться за победу с Шайдером и Дерестой. На этот раз для Эктерма все складывается гораздо хуже. Он в квалификации и атака! Атака по ладиресты! Первая реальная атака на Тима Шайдера. Конечно же, скорее, это был такой прессинг со стороны Шамланца. Вряд ли он здесь рассчитывал пройти вперед. Все-таки был достаточно далеко от немецкого гонщика. Но чтобы пройти в этом остром первом повороте, нужно поравняться с автомобилем соперника задолго до входа в него и уже тогда проводить атаку. Но, безусловно, прессинг свой пол-диреста на Шайдера оказывает, демонстрируя свой автомобиль в зеркалах заднего вида немецкого гонщика. Так вот, что касается Матя Сэкстрема, то сумел он пробиться с третьего места именно за счет оттянутых пидстопов. Посмотрим, что будет на этот раз. Но сейчас дела у Экстрема обстоят еще хуже, поскольку после столкновения на первом круге с соперниками он повредил свой несколько автомобиль и по-прежнему идет только на девятом месте. А ведь именно Матя Сэкстрем сегодня с утра на разминке показал лучшее время и, в общем-то, горел желанием на старте отыграться и попороться за, естественно, ведущие позиции, чтобы отыграться в чемпионате. Но в итоге не получилось этого сделать. Ну а Тима Шайдер, похоже, сворачивает на пидлейн. Да, лидер сейчас находится в боксах, а вот Пол Дереста остается на трассе. Также на пидлейне у нас Мартин Томчик и Майк Рокенфиллер. Как мне показалось, также в боксингасе так и происходит. Посмотрим, к чему это все приведет. Пол Дереста, по крайней мере, на круг дольше остается на трассе. Вот как будет на этот раз? Получит ли преимущество пилот, останавливающийся раньше? Или же, наоборот, Пол Дереста сейчас сумеет пройти быстрый круг на чистой трассе. Перед ним никого нет. И тогда уже после своего пидстопа вернуться на трассу перед Тима Шайдером. Очень интересно. В итоге сейчас Шайдер возвращается обратно на трассу. А здесь происходит вновь заминка, похоже, что с Майком Рокенфиллером. Та же заминка, которая была у Джейми Грина, простите, в этом году уже на трассе Норрис-Грин, когда не успели вовремя выдернуть канистру, заправочную канистру. А здесь в ДТМ именно заправка происходит вот так, вручную, из канистры. Это обязано делать механики именно по правилам. Здесь нет топливного шланга под напором, как, например, в той же Формуле-1. Его зачастую мы уже остановились свидетелями, когда пилоты покидали боксы вместе с этой канистры. Но за это штрафов не получали. Ну и тот же Джейми Грин выиграл гонку на Норрис-Гринге, и никто его не наказал. Ну а вот здесь был достаточно опасный эпизод. И мы видели, что движением руля резким Майк Рокенфиллер сбросил эту канистру от своего автомобиля. Она отлетела от стены. Но, к счастью, вроде бы все обошлось. Но сейчас, возможно, ключевой момент. Сейчас был Дереста в боксах, также в боксах и Бершнайдер. И посмотрим, где вернутся эти два гончика. Дереста шел позади Тима Шайдера. Бершнайдер впереди Мартина Томчика. Гонщики Ауди уже побывали в боксах. Ну и сейчас Пол Дереста возвращается обратно на трассу. И вот справа, слева от него Тима Шайдер. Бок о бок. И все-таки пилот Ауди сохраняет лидерство, которое у него было за круг до этого. Таким образом, ничего здесь не поменялось. И так же ничего не поменялось. И схватки за третье место. Бершнайдер также выныривает из бокса. Гасса непосредственно перед Мартином Томчиком. И сохраняет третье место. Что ж, после первых пидстопов пока что все прошло без изменений в группе лидеров. Майк Рокенфиллер также здесь, судя по всему, сумел сохранить свою позицию. Позицию позади Мартина Томчика, несмотря вот на ту заминку на пидстопе. Но лидером гонки является Матис Эктер. Вполне возможно, что в команде АП для шведов вновь избрали ту же стратегию, что и две недели назад Брэнд Скетчей. И Экстрем будет максимально долго оставаться на трассе. Но сейчас есть проблема в том, что, возможно, он не может идти в полную свою силу из-за тех повреждений, которые получила его Ауди в начале этой гонки. Но посмотрим, последим за темпом действующего чемпиона серии ДТМ. А пока что интереснейшая борьба между двумя лидерами. Между Тима Шайдером и Полом Дерестой. Дересте не удалось выйти вперед после первых пидстопов этой гонки. Ну и вполне возможно, что сейчас, учитывая это, шотландец попробует на трассе все делом решить, что называется сейчас с Тима Шайдером. И попробует его обогнать или, возможно, заставить ошибиться немецкого гонщика. Мы видели, что явно сейчас Ауди чувствует себя на трассе несколько хуже. Менее уверенно, чем Мерседес Пола Дереста. И этим, безусловно, попробует воспользоваться шотландец. Кто у нас в боксах также, кроме Экстрема, еще не был? Это Том Кристенсен. Но здесь все понятно. Он побывал в боксах-то на самом деле. Но, естественно, на плановой остановке еще ни разу не был. Он был на пидстопе после первого круга, когда вылетел с трассы после контакта с Матисом Лаудой. И в итоге его автомобиль оказался поврежден. Но Кристенсен лишь на 13-м месте идет. И также в боксах еще ни разу не побывал Мара Энгель. Он, судя по всему, также до последнего будет оттягивать первую остановку в боксах. Что здесь было между Тима Шайдером и Полом Дерестом? Мы смотрим повтор эпизода. Что здесь нам хотел показать режиссер трансляции? Мы видим достаточно рано тормозить Тима Шайдер. Гораздо раньше, чем это делает Пол Дереста. И буквально вот в этих медленных поворотах он упирается в заднюю часть автомобиля Тима Шайдера. Но пока что дел до обгона не доходит. Ну, а это поврежденный автомобиль Кэтрин Лек. Она получила штраф проезж через Петлин. Отбыла его. Но, тем не менее, продолжает пока что гонку. А вот Матис Лауда как раз сошел. Я вот ошибся. Сказал, что Лек сошла перед тем, как мы ненадолго прервались. Нет, сошел именно Матис Лауда. Но после контакта с Кэтрин Лек мы видим, что ее автомобиль после того столкновения также достаточно серьезно поврежден. Кроме того, она получила штраф. Но, тем не менее, продолжает сейчас вести борьбу. Но самое интересное, конечно же, сейчас сконцентрировано на дуэли между Тима Шайдером и Полом Дерестой. Кстати, Дереста вполне возможно в следующем году покинет серию ДТМ. Как это ни странно звучит. Тем временем мы видим, что уже начинается, судя по всему, вторая волна пидстопа. Причем достаточно рано. И здесь Бруно Спенглер нет. Увы, для канадца это сход с дистанции. Ну и, наверное, теперь можно уже окончательно говорить о том, что даже математически Спенглер не участвует в чемпионской гонке. Так вот, Пол Дереста может уйти из Мерседеса. Как это ни странно звучит, учитывая то, что в этом году он, по сути, является ведущим гонщиком, получив как раз место в заводской команде. Но Шотландис получил приглашение по сообщению из итальянских источников, приглашение на тесты серии GP2 в составе чемпионской команды Art Grand Prix, которая не раз уже выиграла чемпионат этой серии. И на следующей неделе, в среду и четверг, Пол Дереста примет участие в тестах на трассе Лео-Костеле во Франции. Но если эти тесты пройдут удачно, и, может быть, удастся, все-таки Пол Дереста осуществить свою мечту и продолжить выступление, продолжить свою карьеру именно в формульных гонках, выступить в GP2. Ну, а там в зависимости от успеха в этой молодежной серии попасть и в Формулу-1. Но пока что, конечно же, здесь ничего не решено. А пока вылет впереди перед лидерами. Кто-то из пилотов ошибся и достаточно серьезно здесь улетел с трассы. К сожалению, нам не показывают этот эпизод, похоже, Кэтрин Лек. Да, видимо, ее езда на поврежденном автомобиле не осталась, не замечена. А вот здесь Пол Дереста атакует Тима Шайдера. Барба бок о бок, и шотландец проходит вперед. Пол Дереста на трассе, на которой многие говорят, что невозможно обгонять. Сейчас проходит Тима Шайдера и вырывается в лидера этой гонки. Пол Дереста обережает своего принципиального соперника и перемещается на второе место на деле. Ну, а, в общем-то, на самом деле это является виртуальным лидерством, поскольку Мати Сектор, еще раз напомню, ни разу в боксах пока что не побывал. В то время как все остальные пилоты уже успели совершить по одной дозаправке и смерт шин. 19 кругов остаются позади. Экстрем по-прежнему лидирует. 7 секунд и по-моему проигрывает Дереста, но главное Шотландец сделал то, что не получилось у его механиков. То он сделал своими руками, опередив Тима Шайдера. Отличный обгон поймал на небольшой ошибке немецкого гонщика Шотландец. И в итоге сейчас он на втором месте. Давайте посмотрим еще раз эпизод сначала вылета Кэтрин Лек. Но здесь, судя по всему, к этому развороту привели как раз повреждение ее автомобиля. Мы видели, что отлетал уже в этот момент капот от ее Ауди двухлетней давности. И вот следом за этим, посмотрите, Пол Дереста пошел в обланг. Было касание между двумя автомобилями, но не фатальное. И в итоге все-таки Пол Дереста сумел пройти вперед вот в этой новой части трассы, несколько перестроенной пару лет назад. И посмотрите на радость механиков в восстании команды ХВА, в заводской команде Мерседеса. Итак, Пол Дереста сейчас вышел вперед. Он опередил Тима Шайдера. Но и посмотрим, что будет дальше. Сумеет ли Тима Шайдер поддерживать тот же темп, что и Пол Дереста. И будут ли к нему приближаться Бершнайдер и Мартин Томчик. Сейчас разрыв между ними составляет где-то 2 секунды. Между Шайдером и парой Шнайдер-Томчик. И давайте смотреть, будет ли этот отрыв меняться. Поскольку здесь для Шайдера самое главное даже не то, что он уступил позицию Дересте. В общем-то здесь он вполне может финишировать иж за шотландцем. Ему самое главное не проигрывать слишком много очков на каждом из трех оставшихся этапов. Свести к минимуму, что называется, своей потери. Ну и соответственно сейчас главная задача, учитывая то, что Дереста вырвался вперед и явно отрывается, для Шайдера является сохранение своей второй позиции в гонке позади Пола Дереста. А вот удастся ему это сделать или нет, большой вопрос. Позади Бершнайдер и Мартин Томчик. Но если Томчик, может быть, и не будет отковать лидера своей команды, то Бершнайдер, естественно, в случае если догонит, приложит все усилия для того, чтобы пройти вперед. Посмотрите, какой опасный эпизод здесь был. Майк Рокенфиллер покидал бокс и едва не зацепил вот этой канистры механика, который обычно держит вот эти шнуры от пневматических гайковертов, чтобы пилот их не зацепил. И в итоге вот этой канистры едва не задел механика одной из команд. Майк Рокенфиллер, к счастью, все обошлось, но за тем движением резким руля на выезде из питлейна уже он скинул эту самую канистру, но и в итоге это позволило ему сохранить свою позицию. Сейчас он идет на шестом месте. На деле он пятый, если мы будем учитывать, что Экстрем также побывает, естественно, в боксах. Более того, действительно, у Экстрема сейчас нет никакого преимущества от пустых баков, поскольку каждый круг он проходит практически на секунду медленнее, чем все его преследователи. И если несколько кругов назад разрыв был 7 секунд между ним и полом Дереста, то сейчас составляет уже немногим более 4. Так что явно повреждение машины на машину у шведского гонщика. И здесь за счет этих оттянутых пидстопов он вряд ли что-то реальное сумеет выиграть. Ну и также стоит сказать, что другого претендента на титул у Джейми Грина дело так же. Как-то не клеится с самого старта, как он уступил несколько позиций в начале этой гонки, оказался позади Майка Роккенфиллера. Так сейчас и идет позади Ауди 2007 года. И в итоге ничего там не может противопоставить Майку Роккенфиллеру. Лишь на 7 месте Джейми Грин. Ну и таким образом сейчас, если вот учитывать все эти проблемы у Грина Экстрема, получается, что у нас только два претендента на чемпионский титул борются реально впереди. Это Пол Дереста и Дима Шайдер. Они сразу после старта оказались на двух лидирующих позициях. Было очень интересно смотреть за их дуэли. Ну и на этот раз Дересте удалось то, что не получилось. Две недели назад Брэндске, чем он сумел провести атаку на Тима Шайдера. И опередил немецкого гонщика. И в итоге сейчас идет на втором месте, все ближе и ближе подбираясь к Майкиосу Экстрему. Уже всего лишь 4 секунды ровно практически между двумя лидерами. А вот что касается Шайдера, он уже почти 2 секунды уступает Полу Дересте. Правда, в свою очередь 2 и 7 выигрывает в данный момент Кушнайдер и Томчика. Так что здесь отрыв приблизительно сохраняется неизменным. Также Крин сейчас преследует Майка Роккенфейера, но до обгонов там дело реально пока что не доходит. Алекс Прима позади этой пары на восьмом месте. Брюно Спенгер как с квалификацией, в общем-то, ему не повезло. Он стал худшим из пилотов заводских Мерседесов. Так и в гонке сейчас он идет достаточно далеко. Он уже не идет, это сейчас по хронометражу остались еще предыдущие данные. И шел на 9 месте, но мы помним, что, увы, сошел Брюно Спенгер из-за каких-то технических проблем. Здесь проблема с хронометражом и по-прежнему Брюно Спенгер числится на трассе. Хотя мы видели, что он действительно зарулил в боксе и гонка для него это уже, увы, закончена. Ну а что касается борьбы за четвертое место сейчас в данный момент, пока Экстрем продолжает лидировать, то здесь Берш Снайдер все-таки сдерживает атаки Мартина Томчика. И сейчас уже Томчик на самом деле не так активно атакует стартовавшего с пола пилота. И мы видим, что даже несколько возрос отрыв между ним. Дерест еще секунду отыграл у Экстрема. И в свою очередь продолжает он потихоньку отрываться от Тима Шеттера. Сейчас уже ровно 2 секунды между двумя соискателями чемпионского титула. Ну а здесь у нас постепенно начинается вторая волна пидстопов и открывает ее Джейми Грин. Посмотрим, удастся ли за счет более ранней остановки. А всего 3-4 секунды делся пидстоп, удастся ли Грину в итоге. Затем, после того, как в боксах также побывает и Майк Рокенфиллер, остаться уже впереди этого гонщика. Посмотрим, сыграет ли здесь вот эта задумка команды Мерседес или нет. Ну а пока что Грин откатывается далеко назад. Но здесь для него самое главное оказаться перед относительно чистой трассой. Ну и мы видим, что это удается сделать Джейми Грину. Хотя вот там Маркус Винкельхук перед ним. Но все-таки несколько есть пространства между ним и его автомобилем. Ну и также Ральф Шумахер. Очень неплохо, кстати говоря. Ральф выглядит по ходу этой гонки. И сейчас идет он на 10-м месте. На 10-м месте. При том, что Пафет, Джарвис, Альберс дважды уже побывали в боксах. Но тем не менее, Ральф Шумахер идет в 10-м. Реально, может быть, на трассе он где-то 11-й, как и шел после старта. Ну и вообще, Ральф, который здесь выступал и в Формуле-1, и много километров, естественно, на тестах накатал. От него, в отличие от Брендска, здесь ждали сильных выступлений. Но Ральф сказал, что вот эта более короткая версия трассы Каталунии, так называемое национальное кольцо, оно совершенно другие предъявляет требования к настройкам, чем длинное кольцо Гран-при. И в итоге никакого преимущества он здесь не ощущает, как будто это абсолютно новая для него трасса. Берд Шнайдер также раньше, чем его главный оппонент, сворачивает на второй пидстоп. Мы видим, что здесь достаточно маленький промежуток между двумя остановками выбирают пилоты. По крайней мере, некоторые из них, ну, в частности, Грин и Шнайдер, они уже отстрелялись полностью по заправкам в этой гонке. А вот, например, Матиас Сектрэм еще ни разу ни на одном пидстопе не побывал. Но еще раз скажу, что здесь Экстрэм ляд ли на что-то претендует, поскольку продолжает терять темп. И Дереста сейчас его неумолимо догоняет. Ну и продолжается у нас здесь волна пидстопа. Все больше и больше нового гонщиков сворачивают на пидлейн. Причем далеко не все сворачивают туда планово. И мы видим, что у Сьюзи Стоддер явно возникли какие-то проблемы. А вот, что касается Оливера Джарвиса, то, да, действительно, он получил штраф, поскольку не остановился у своих боксов. Это штраф проезд через пидлейн за то, что во время предыдущего визита в боксе он превысил положенную здесь скорость. А вот для Сьюзи Стоддер, судя по всему, эта гонка закончена. Итак, у нас, наконец-то, лидер Матиас Сектрэм сворачивает пока что только на свой первый пидстоп. Сто должен быть, по идее, очень короткий, 3,5 секунды. И если верить секундамиру, и сейчас Сектрэм возвращается на тросу, посмотрим, куда он сумеет вернуться. Темп его был достаточно низкий, но, тем не менее, на шестое место сейчас возвращается Матиас Сектрэм. Он опережает Берта Шнайдера, но здесь стоит, конечно же, учитывать то, что у Шнайдера уже два пидстопа на счету, в то время как Экстрэму только еще одна остановка предстоит впереди. Таким образом, у нас Дереста впервые со старта этой гонки реально захватывает лидерство. Он выходит вперед, Дереста опережает где-то уже более чем на 2 секунды, опережает Тима Шайдера. Далее у нас Мартин Томчик. Ну и тройка лидеров пока что в боксах не побывала. Ну и в самое ближайшее время, скорее всего, их также ждет визит, может быть, уже даже по окончании нынешнего круга. Далее за Томчиком на четвертом месте пока Майк Рокенфиллер, но он также только раз побывал в боксах. То же самое касается Алекса Прима и Матиаса Экстрэма. Ну и из тех, кто дважды был в боксах, Бершнайдер, он идет на седьмом месте. Грин, следом за ним восьмой. Маркус Винкельхог на девятой позиции, опережая Ральфа Шумахера. Пол Дереста и Тима Шайдер, по крайней мере, сейчас по итогам этого круга в боксе еще не ствернули. И также пока что туда не заезжает и Мартин Томчик. Трио лидеров продолжает вести борьбу на трассе. Уже две с половиной секунды разница между Дерестой и Шайдером. Ну и Томчик проигрывает в свою очередь почти семь секунд лидеру этой гонки. Ну и, соответственно, проигрывает где-то уже более трех секунд Мартину Томчику. Ну а Бруно Спенглер вынужден досматривать эту гонку из боксов. Увы, полностью провальный сезон для двукратного вице-чемпиона серии ДТМ. Считался он одним из лидеров команды Мерседес перед началом этого сезона. Считался одним из главных претендентов на титул. Но в итоге по-прежнему ни одной победы. Ну и теперь, учитывая вот этот сход, даже математические шансы побороться за чемпионскую корону он теряет. И теперь, наверное, все его мысли связаны с сезоном 2009 года. Где вполне возможно, как мы уже говорили, в Мерседесе, в заводской команде произойдут перестановки. Если, скажем, Дереста покинет команду, уйдет GP2. Также поговаривают, что Шнайдер все-таки может завершить свою карьеру. Здесь вновь упорные ходили слухи, как и на Нюрнбургинге, что вот в рамках этого уикенда Шнайдер официально объявит о своем решении завершить карьеру по итогам нынешнего сезона. Но этого решения не последовало. Зато последовало вновь напоминание о себе Станена Берта Шнайдера. Он блестяще вчера выиграл квалификацию, свою первую за три года. Ну и, в общем-то, доказал, что еще вполне может выступать на весьма высоком уровне. Ну и на все вопросы о его дальнейшей судьбе. Сам Берта Шнайдер говорит, что он, в общем-то, раньше окончания сезона, скорее всего, ничего сказано не будет. Ну а затем уже по окончании, после последнего этапа в Кингхаме, он будет обсуждать этот вопрос с Норбертюм Хаугом. Так что раньше вряд ли стоит ждать нам какого-то заявления. Ну и всегда Шнайдер еще добавляет, что на протяжении последних двух сезонов он постоянно слышит слухи о своей отставке. Уже вполне к этому привык. Пока что сам он никаких решений не принял. Но, тем не менее, в падоке многие поговаривают, что в следующем году место Шнайдера в заводском Мерседесе может занять Гарри Пафет, который с блеском выступает в этом году на прошлогоднем автомобиле. В общем-то, и в прошлом году он также блистал и очень рассчитывал получить место в заводской команде. Мерседесу вернутся в конюшню Хава, но в итоге Норберт Хауг предпочел ему полу Дереста. И, как мы видим, не прогадал здесь Норберт Хауг. Дереста явно в этом году выступает, пожалуй, лучше своих партнеров по Мерседесу. Может быть, на его счету всего лишь одна победа против двух у Грина, но все-таки как-то более ровно смотрится Дереста в нынешнем сезоне. Ну и сейчас он лидирует в этой гонке уже 3 секунды, выигрывая у Тима Шайдера в данный момент. Тима Шайдера уже в почти 5 секундах в том, чем находится позади Тима Шайдера. И Майкрут Винтеллер по-прежнему на четвертом месте. В теге Алекса Прима и Матя Сэкстрема. Ну и отметим, что первая пятерка, первая даже шестерка пилотов еще второй раз в боксе не наведывалась. Но что касается Матя Сэкстрема, то здесь мы вполне можем ожидать того, что Швед и второй свой пидстоп также затянет максимально долго. И буквально в самый последний момент, может быть, даже на 44-м круге, когда заканчивается окно пидстопов и отправится на питлейн. Ну а пока на свою вторую дозаправку заезжает Ральф Шумахер. Он шел на уже девятом месте в данный момент. Но сейчас явно, конечно же, должен несколько откатиться назад. Но тем не менее, посмотрим, сумеет ли Ральф за счет оттянутого второго пидстопа выиграть какие-то позиции. Перед всеми остановками он шел тринадцатым. Ну а сейчас, судя по всему, выезжает на трассу на, по крайней мере, двенадцатый, нет, все-таки тринадцатый позиции. Но здесь стоит учитывать, что Том Кристенсу еще предстоит второй визит в боксе. Так что одно место, но все-таки Ральф Шумахер, может быть, выигрывает. Хотя это место, безусловно, связано со сходом Гуна Спенгера. Так, в общем-то, на том месте, на котором позади Маркус Семенкель, только что Ральф Шумахер, так он пока на нем и остается. Тима Шайдер вновь сворачивает в боксер раньше своего главного соперника Пола Дересты. После первых пидстопов это позволило Шайдеру остаться впереди. Ну а сейчас ему нужно не то, что остаться впереди, ему за счет вот этих остановок нужно отыграть три секунды. В это слабо верится. С другой стороны, у Пола Дересты в этом году уже были две заминки на пидстопах, которые стоили ему подиума в Хоккенхаме. Там, мы помним, заглох его Мерседес. Ну и затем, возможно, победой стоила заминка на пидстопе на Нюрнбург-линге, когда в итоге на финише всего лишь нескольких секунд до Берта Шнайдера не хватило Пола Дересты, чтобы его опередить на последнем круге на дождевых шинах. Так что у Дересты были проблемы на пидстопах, но будем надеяться, что вот в этот решающий момент, может быть, чемпионата, все-таки таких приключений у шотландца не выйдет. Пока что он продолжает лидировать в этой гонке. Ну а что касается Шайдера, то он возвращается на трассу, но возвращается буквально прямо перед носом Берта Шнайдера. Таким образом, здесь по отношению к Шнайдеру явно Шайдер несколько потерял, поскольку если он отрывался от Томчика по ходу последних кругов, то Шнайдер явно шел по трассе быстрее. Вполне возможно, что вот здесь Шнайдер сейчас может помочь весьма ощутимо своему партнеру по Мерседесу Полу Дересте, если сумеет пройти Тима Шайдера и отнять у него важные очки в чемпионате. Но теперь все будет решаться между этими пилотами исключительно на трассе. Два обязательных пидстопа они уже совершили. Ну и в скором времени также мы в боксах, естественно, ждем лидера этой гонки Пола Дересту и также Мартина Томчика с Майком Роккенфеллером. Они сейчас занимают первые три позиции в этой гонке. Алекс Прима побывал в боксе, он был уже поднялся на пятую позицию, но сейчас постепенно также откатывается назад и идет, видимо, после пидстопа на восьмом месте позади Джейми Гвина, но впереди Гарри Папфета. Таким образом, Прима здесь претендует у нас на одно очко. Том Кристенсен также сворачивает сейчас бокс. Что касается Тома Кристенсена, то для него это уже третий пидстоп по ходу этой гонки, но реально плановый только второй. Первый, естественно, не в счет на первом круге дистанции. Ну и Кристенсен по-прежнему идет достаточно далеко лижный на 12-м месте. После пидстопа, судя по всему, он пропустит вперед и Ральфа Шумахера, так что даже за очки Датченен здесь не борется. Ну а вот и Пол Дереста, наконец-то он в распоряжении своих механиков ставит свой Мерседес. Быстрый пидстоп, никаких заменок, но и, по идее, ничто не должно помешать сейчас Полу Дересте вернуться на трассу вновь лидером, поскольку и Мартин Томчик также на этом же круге свернул в боксы. Посмотрим, где вернется Мартин Томчик. Ну, скорее всего, позади Бирта Шнайдера, но вот насколько позади. Вы видели, что Шнайдер практически вплотную сумел догнать Тима Шнайдера, также Рукенфиллер здесь в боксах, но у него очень длинный пидстоп. Посмотрите, Майк Рукенфиллер по-прежнему в боксах, что-то там случилось. К сожалению, нам не показывали момент его остановки, но целых 6 секунд, по крайней мере, стоял в боксах Майк Рукенфиллер, и это может стоить ему хорошего места на финише. Сейчас он пропускает вперед себя после этого неудачного пидстопа Джейми Грина, но все-таки остается перед Алексом Прима, таким образом сохраняя седьмую позицию в этой гонке. Ну а Дереста все-таки не сохраняет лидерство. Маттиас Экстрем сумел пройти вперед. Более того, сейчас Экстрем, которому еще предстоит один визит в боксе, совсем немного выигрывает у Дереста. И кто знает, как сейчас поступит в Ауди. Теоретически, конечно же, если, в общем-то, играть не совсем по правилам, то Маттиас Экстрем имеет возможность сейчас несколько придержать пола Дереста и помочь Тима Шайдеру вновь догнать шотландца, ну и затем уже атаковать гонщика Мерседеса. Но посмотрим, как будет на самом деле. Мы видели, что явно Пол Дереста быстрее, чем Маттиас Экстрем. Причем быстрее ощутимее. Он на каждом круге до пидстопа выиграл по целой секунде у Шведа. Как будет на этот раз? Поглядем. Берт Шнайдер немножечко сейчас подостал от Тима Шайдера. И явно пока что здесь никакой речи об атаке не идет. Ну и в свою очередь Мартин Томчик после пидстопа достаточно далеко оказался от Берта Шнайдера. Еще дальше, чем сам немец находится от лидера команды Ауди, от Тима Шайдера. Ну а вот Майк Рокенфиллер с заминкой на пидстопе. К сожалению, мы не видели, что именно там произошло. Возможно, опять какая-то проблема с заправочной канистрой. В итоге он потерял несколько важных секунд и пропустил на шестое место Джейми Грина. Но, тем не менее, Рокенфиллер сейчас идет седьмым. Именно с этой позиции он и начинал эту гонку. Ну и Алекс Прима также следом за ним два пилота, которые прекрасно друг друга знают, так как выступают в одном экипаже в европейской серии Лиман. Ну и сейчас два этих пилота претендуют на очки по итогам этой гонки. Гарри Пафид на девятом месте. Но еще раз напомню, что Гарри Пафид здесь выступает во многом условно до тех самых пор, пока не будет рассмотрен протест команды Мерседес испанскими судьями. Но это произойдет в течение только ближайших недель. Более того, поговаривали, что вполне возможно это даже станет известно только после финального этапа на Хокенхайме. Так что вот здесь Гарри Пафид далеко не гарантированно, что он останется в протоколах итоговых этой гонки, поскольку вчера, еще раз напомню, за то, что механики начали работу над его автомобилем за 7 минут до того, как был открыт-закрытый парк после второй части квалификации за это он был дисквизицирован. Но, учитывая протест команды, он получил право выйти на старт до того момента, как этот протест будет рассмотрен. Так что его выступление здесь оказывается условным. А вот Кристиан Альберс на 10-м месте. Блестящее выступление голландца за рулем Ауди двухлетней давности на трассе, на которой очень важна прижимная сила. Альберс, в общем-то, на многое не рассчитывал. Он говорил, что это самый слабый момент его автомобиля. Весь год инженеры команды Колина Колинса борются именно с этой проблемой, нехваткой прижимной силы. И здесь Альберс намного не рассчитывал. Но, в итоге, в квалификации сумел показать отличное 12-е время. И гонки сейчас идут и вовсе на 10-е позиции. Так что Альберс свой юбилейный 50-й старт серии ДТМ проводит просто на ура. Ну и, в частности, он опережает гонщиков, которые выступают на более современных автомобилях. В частности, Маркуса Винкельхока, Ральфа Шумакера, Оливера Джарвеса. И, что самое интересное, Тома Кристенсона, который на своей современной Ауди только на 14-м месте. Но, вполне возможно, что все-таки продолжаются какие-то технические проблемы на его автомобиле после вылета на первом круге. Они решены до конца не были. Ну и, в итоге, Кристенсон явно даже на очки не претендует. И опережает он сейчас только Мара Энгеля. А вот Сьюзи Стоддарт и Кэтрин Лек с Бруно Спингером и Матисом Лаудой уже покинули борьбу. И, в отличие от Брэнс Хэтча, явно у нас здесь все пилоты до финиша уже не доберутся. Кстати, что касается Стоддарт и Лек, то здесь, на этом этапе, компанию им составила Мария Девилота, дочка экс-пилота Формулы 1, Формулы 1, Эмилио Девилота. И она здесь, перед стартом этой гонки, проехала за рулем Ауди, за рулем боевого автомобиля и так называемого гоночного такси. Ну и, конечно же, это повлекло за собой слухи, что, может быть, Мария Девилота получит в следующем году одну из прошлогодних Ауди и будет выступать в серии ДТМ. Она и в этом году выступает за Ингольштадтский экспресс, но не в ДТМ, а в серии Суперстарс. Обзоры, которые вы также можете видеть на нашем канале, правда, выступает там не очень, она здорово, но, тем не менее, вот такую возможность перед родными болельщиками здесь проехаться за рулем автомобиля серии ДТМ она получила. Если говорить еще о тех гонщиках, которые в следующем году могут здесь появиться, то поговаривают о Ренерасте, пилоте, который хорошо нам знаком по выступлениям в Нинецком кубке Порше Каррера. Также он и в Суперкубке Порше Каррера в этом году несколько раз стартовал, ну и в том числе на предыдущем этапе в итальянской Монце в рамках Гран-при Италии он стартовал даже с полпозиции. Ну и самый раз недавно давал интервью и говорил, что его целью является именно серия ДТМ. Ну и надеется он то, что его успешное выступление в серии Порше Каррера позволит ему найти место в одной из частных команд. Ну и в следующем году он нацеливается именно на это. Ну и также любопытно, что здесь из уст Ханса Юргена Аптер, руководителя заводской команды Ауди, прозвучала именно Петра Тертинга, немца, который уже выступал за Ауди несколько лет назад, затем был, затем совершил переход в WTCC, мировой туринг там гонялся за Сиат. И когда у Ханса Юргена Аптер, пока мы видим, какая ужесточенная борьба здесь между Винкельхоком и Альберсом, до контакта даже делан доходе на выходе с первого поворота. Винкельхок явно сейчас быстрее за рулем своей более современной Ауди, но Альберс сопротивляется до последнего. Так вот, что касается, что касается Петра Тертинга, то Ханс Юрген Апт сказал, что, в общем-то, рассматривается возможность для того, чтобы, может быть, дожидать второй шанс этому пилоту. И так что, вполне возможно, он в следующем году также вернется в серию ДТМ. Но вряд ли, конечно же, в заводскую Ауди. Может быть, получит место в одной из частных команд, выступающих на старых автомобилях. Посмотрим, не будем сбегать вперед. Вообще, в серии ДТМ, в отличие от большинства других гоночных серий, когда вот череда переходов, смен в команд пилотами уже становится известна осенью, вот как раз такая жаркая пора для трансферного рынка, то здесь в серии ДТМ обычно все переходы и составы команд становятся известны только в межсезонье, а до этих пор мало что, мало что можно сказать о контурах будущего чемпионата. Так что, в общем-то, и сейчас в этом году ситуация повторяется. Скорее всего, до окончания сезона мы не будем знать, наверняка, продолжил ли Берд Шнайдер свою карьеру или нет. Но, может быть, в Кикенхайме, если все-таки он решит ее завершить, то будет об этом объявлено, чтобы как-то обставить его последнюю гонку в серии ДТМ. Я уже говорил о том, что 25-летний юбилей праздновал Берд Шнайдер вместе с командой «Мерседес» на прошлой неделе. Было это достаточно так красиво обставлено в его родном городке. Многие опять стали говорить о том, что это все предвестник его скорого ухода, но Берд Шнайдер вновь напомнил о себе полпозиции. Правда, в гонке, к сожалению, он не сумел реализовать преимущество первого стартового места, но зато позволил нам видеть честную борьбу между Тимошедером и Полом Дерестой, которая пока что завершается в пользу Дерестой. И сейчас Саркландец догоняет вплотную мать Асексема. Шведу еще предстоит второй визит в боксы. И по правилам нынешнего Силуна, в принципе, пилот, который едет по трассе быстрее, вернее, медленнее, своего преследователя, но еще не был второй раз в боксах, должен по указанию маршалов его пропустить, но ни в коем мере не мешать, не сдерживать то, что мы не раз видели в прошлом сезоне, и что в итоге привело к тому фарсу, к тому ствендалу, который год назад здесь разразился именно на трассе Каталуния. Но будем надеяться, что все-таки на этот раз до этого не дойдет. Хотя сейчас единственный шанс для Ауди позволить Тима Шайдеру побороться вновь за победу с Полом Дерестой, это дать приказ Экстриму несколько помешать Полу и сдержать его на трассе. Но еще раз повторим, что будем надеяться на честный исход этой битвы между Ауди и Мерсендесом на этот раз. Ну а вот здесь также интересные грядут события, поскольку Мартин Томчик сумел ликвидировать то отставание, которое было у него от Берту Шнайдера после второго пистопа, и сейчас вплотную преследуют немцев в сражении пока что за четвертое место, но после пистопа Экстрима это место превратится в третье. Ну а вот здесь продолжается невероятная схватка между Винкельхоком и Альберсом, и похоже, что Маркусу все-таки удается пройти голландского гонщика. Вновь здесь не обошлось без легкого контакта. И в итоге в том же самом повороте трассы, где в середине дистанции Пол Дереста сумел пройти Тима Шайдера, Винкельхок оставляет позади себя Кристиан Альберса. Конечно же, эта борьба была за пределами очковой группы, лишь за десятое место, но тем не менее борьба весьма интересная. Ну и Альберс отдадим ему должное до последнего. Сопротивлялся атакам более быстрого автомобиля в руках Маркуса Винкельхока, но все-таки не сумел его сдерживать. И сейчас идет на одиннадцатом месте, что в любом случае весьма и весьма неплохо. Он опережает Ральфа Шумахера, Оливера Джервиса и Мара Энгеля. Только эти пилоты сейчас продолжают гонку. Пятнадцать гонщиков остаются в данный момент на трассе за двадцать кругов до окончания этапа на Каталунии. Мартин Томчик, в свою очередь, сейчас явно быстрее на последних кругах, чем Бершнайдер. Он практически вплотную догнал немца. Посмотрим, последуют ли здесь атаки со стороны немецкого гонщика. Вообще мы, конечно же, основное внимание концентрируем на личном зачете. Но стоит сказать, что также и в командном первенстве весьма интересное положение. Ну и в частности у двух ведущих команд АПТ и Мерседес. Вообще два пилота в каждой команде могут выступать, а поэтому заводских команд здесь как бы четыре. Но на самом деле это одна команда просто для того, чтобы получать зачет в чемпионате. Там местами меняется название этих команд. То есть АПСПОРТ или СПОРТАП. Ну и в итоге вот сейчас два лидирующих коллектива имеют на своем счету одинаковое количество очков по 76. Так что здесь также борьба весьма принципиальная. Но, конечно же, все внимание именно к борьбе лидеров в личном зачете. Ну и сейчас Пол Дерест опережает Тима Шайдера. И Матис Экстрем, обратите внимание, показывает синие флаги. Вот действие того регламента. И, к счастью, здесь абсолютно честная игра со стороны команды Ауди. Матис Экстрем притормаживает и пропускает лидера вперед на первую позицию. Он сворачивает в боксы. Давайте сейчас посмотрим пит-стоп Матис Экстрема. И затем ненадолго прервемся. Матис Экстрем здесь оттормаживается, чтобы соблюсти ограничение скорости на петлине. Но самое главное, что действительно мы в этом году увидели на Барселоне полностью честную битву. Матис Экстрем даже знает то, что сейчас он свернет в боксы. Тирано за пару поворотов до этого притормозил корректно, увидев синие флаги перед Полом Дерестой. И пропустил шотландца вперед. Пит-стоп без замены в три секунды. И Экстрем сейчас возвращается на трассу. Посмотрим, впереди или позади Джейми Грина. Нет, судя по всему, позади. И также Рукенфиллер здесь проносится. А вот Алекс Прима успеет он или нет. Бок-обок две Ауди 2008 и 2007 годов. И в итоге Экстрем все-таки остается перед Алексом Прима на седьмой позиции. Прима делает все возможное, чтобы усуцепиться за Экстрема. Но пока что ему это сделать не получается. Но впереди у нас зновь Пол Дереста. Дима Шайдер на втором месте. Третьим идет Бершнайдер. Однако его постепенно догоняет Мартин Топчик. Но о этой борьбе мы продолжим разговор буквально через несколько минут. Продолжение следует. Оставайтесь на спортивном канале 7 ТВ. Ну что же, свои две обязательные остановки мы по ходу этой гонки также совершили. Теперь уже до самого финиша в прямом эфире на спортивном канале 7 ТВ. Будем наблюдать за борьбой пилотов на трассе Каталуния под Барселоной. И посмотрите, что здесь произошло. Маркус Винкельхок пошел в атаку на Гарри Пафета. И в итоге все это закончилось разворотом. И вот еще одна интереснейшая борьба. Здесь Ральф Шумахер догнал Кристиана Альберса. И сумел пройти голландца. Заставил того немного ошибиться после легкого контакта со своим автомобилем. И в итоге Ральф Шумахер отыгрывает одну позицию. Ну и разом даже две. Учитывая то, что Пафет после своего разворота от контакта с Рокенфиллером, с, простите, Винкельхоком, опустился на несколько позиций назад. И пропустил этих пилотов. Ну а что касается Винки, то он получает за этот эпизод с Гарри Пафетом проезд через Питлэйн штрафной. И в итоге это отбрасывает его на несколько позиций назад. Ну и был еще один обгон. Наверное, даже более важный, чем вот те два события, которые мы только что увидели в повторе. Это обгон касается Матис Эктерма. Он сумел после своего пидстопа не только вернуться на трассу перед Алексом Прима, но также он тут же догнал Майка Рокенфиллера и прошел немецкого гонщика. Таким образом, Матис Эктерм переместился на шестое место. Ну, на этом перестановке в пилотоне заканчивается. В лидерах у нас по-прежнему Пол Терестон практически 4 секунды выигрывает у своего главного оппонента по борьбе за чемпионский титул Тима Шайдера. В свою очередь, где-то около 6 секунд Шайдера проигрывает Берт Шнайдер. Ну и на последних кругах Бертсон умел несколько оторваться от Мартина Томчика. Уже не так плотно между двумя этими пилотами в борьбе за третью позицию. Так, Томчик четвертый. Далее на пятом месте Джейми Грин. Он в своей очереди в районе 5 секунд позади Томчика. Следом за Агрином Матис Эктерм. Но он 4 секунды проигрывает Джейми. Так что здесь пока что также речи о реальной борьбе на трассе не идет. Тревожный момент несколько для Пола Дереста. Ну, не тревожный, а такой может быть волнительный. Сейчас он догоняет круговых пилотов. А на предыдущем этапе вот как раз тот самый пилот, который сейчас перед ним идет на трассе, а именно Маркус Винкельхок ему несколько помешал в борьбе с Тимошайдером. Тогда Винкельхок пропустил обоих этих пилотов, но не слишком удачно пристроился позади них. И в итоге чуть-чуть зацепил машину Пола Дереста. Очень был этим недоволен Пол. Ну и в итоге Винкельхок по ходу той гонки также получил штраф. Но, к счастью, на этот раз мы видим, что Маркус вовремя заметил синие флаги. И машину Пола Дереста лидера этой гонки в зеркалах заднего вида. И здесь благоразумно посторонился в сторону. Ну и еще раз отметим, что в отличие от прошлогодней гонки полная... В общем-то здесь полный фейл-плей, что называется, честная игра. И мы этим могли убедиться, когда Матис с Эктором буквально за два поворота до того, как ему прицелы совершить пит-стоп, все равно пропустил Пола Дереста вперед по новым правилам, которые действуют с этого года. Я напомню, что если впереди, оказывается, гонщик более медленный, но у него еще впереди должен быть один пит-стоп, то маршалы ему махают синими флагами, и он должен пропустить позади более быстрого пилота. Это сегодня мы с вами и увидели. И, в общем-то, даже рискуя потерять на этом важные секунды, Матис с Эктором все равно приподнял ногу с педали газа. Может быть, за счет этого вернулся на трассу позади Майка Рокенпиллера, но тут же сумел догнать Майка, и в итоге его блестящий опередел и вышел на шестую позицию. Но Пол Дереста также стал автором обгона, может быть, самого главного похода этой дистанции. Он сумел в реальной борьбе пройти Тима Шайдера, и в итоге именно благодаря этому сейчас он и лидирует в этой гонке. А стартовал, напомню, с третьей позиции, но сумел опередить Верта Шнайдера, так же, как и Тима Шайдер. В итоге Шнайдер откатился на третью позицию, но который по-прежнему и продолжает движение по трассе, опережая Мартина Томчика. Ну и далее, по крайней мере, пока что все без изменений. Более того, отрывы также остаются прежними. Но и Грин, Экстрем и Роккенфиллер. Между ними вряд ли какая-то здесь ожидается борьба. А вот Алекс Прима, в принципе, теоретически еще может побороться с Роккенфиллером, с своим партнером по Ауди в европейской серии Лиман, по экипажу одной команды. Посмотрим, сумеет ли он за оставшиеся один из кругов до финиша подобраться к Майку Роккенфиллеру и повести с ним складку. Вообще, последние круги они прошли практически в одинаковом темпе, так что здесь также отрыв у них где-то в две секунды сохраняется. Но если на одном круге Прима может быть немного отыгрывать, то на другом, скажем, Роккенфиллер вновь в свою очередь отрывается. Так что реально здесь ничего не меняется. Ну и в Мерседесе, естественно, предельно сконцентрирована. Очень нужна эта победа Полу Дересте. Но, во-первых, стоит отметить, что он лишь единственным является из квартета лидеров, у которого лишь одна победа, а не две. Но, учитывая то, что у нас в чемпионате достаточно плотная ситуация, в конце сезона может получиться такая ситуация, что в случае равенства очков за счет пойдут уже количество первых мест, вторых и так далее. И вот здесь, с этой точки зрения, конечно же, Полу Дересте важно одержать вот эту вторую победу. Ну и, конечно же, еще более важное для него – это опередить Тима Шайдера, отыграть у него какие-то хотя бы очки от вот этого девятиочкового преимущества. Ну и если гонка завершится так, как она сейчас идет, то Полу Дересте удастся отвоевать у Тима Шайдера по итогам испанского этапа два очка. И, таким образом, перед следующим этапом, который остается через две недели в легендарном французском Лимане, между ними будет семь очков, ну а там события могут быть совсем иными. Вот интересная борьба также здесь между Кринстенсеном и Винкельхоком. Явно Кристенсен, несмотря на то, что обладает более современным автомобилем, сейчас темп у него очень низкий из-за каких-то повреждений. Ну и вот здесь, посмотрите, Винкельхок перехитрил Кристенсена. Он дождался, когда тот будет пропускать Тима Шайдера, ну и в итоге пристроился вслед за Тима, сумел проскочить и мимо Тома Кристенсена. Такой же маневр. Мы видим, что Жасмин, подруга Тима Шайдера, с удовольствием наблюдает за этой борьбой. И вновь Гарри Пафиду достается второй удар Мерседес британского гонщика. Теперь от Оливера Джарриса. И вновь Гарри Пафид здесь проигрывает несколько позиций. И что ж, если в прошлом году руководство Ауди объединило в том, что мерседесовцы выбивали их пилотов с трассы, то, наверное, сейчас то же самое может сказать и Норберт Хаук. Правда, я не думаю, что сейчас Норберт решится снять всех своих пилотов с дистанции, учитывая то, что Пол Дереста лидирует. Но вот эти два удара в автомобиль Гарри Пафид, это, конечно же, достаточно забавный эпизод. Может быть, именно над этим сейчас вот так и восторгаются в боксах команд. Хотя, скорее, именно над тем эпизодом, когда сумел Винкельхок пройти Тома Кристенсона при обгоне Тима Шайдера. Ну, а вот эти два удара в автомобиль Гарри Пафид действительно забавны, поскольку именно Пафид здесь выступает под условной дисквалификацией. И, конечно же, в случае какой-то провинности, незавидно он в любом случае будет снят из протоколов этой гонки. Но пока что достается именно британцу. Сначала он от Винкельхока получил удар, затем уже, мы видели, от Оливера Джарриса. Все это привело к двум разворотам и, конечно же, к большой потере времени. Но сейчас Гарри Пафид находится непосредственно перед Тима Шайдером. Посмотрим, как быстро Пафид пропустит лидера ингольдштадтской команды. Ну, по идее, должен сделать это вот сейчас на торможении перед поворотом, перед первым поворотом круга. Ну и, да, действительно, здесь аккуратно посторонился в сторону Гарри Пафид и пропускает Тима Шайдера. А я говорил о том, что на предыдущем этапе бренд-слетча вот тот же маневр, что удался Винкельхоку, он пытался сделать по отношению к тому же Пафиду Берр Шнайдера. Он также сначала пропустил двух лидеров вперед, а затем пристроился непосредственно позади Тима Шайдера и Пола Дереста в надежде на то, что сумеет вместе с ними проскочить мимо Пафид, но тогда Шнайдеру это не удалось. Ну, вот повтор той атаки Оливера Джарвиса на Гарри Пафид и посмотрим, последуют ли санкции со стороны судей, будет ли Джарвис, так же, как и Винкельхок наказан проездом через Питлэйн вот за эту атаку и этот контакт с Гарри Пафидом. Пока что не было у нас объявлений о штрафе для Оливера Джарвиса, но что касается Пафида, то сейчас он идет лишь на 12 месте после этого эпизода, но Джарвис, в свою очередь, переместился таким образом на 11 место в этой гонке. Ну, и вот здесь также продолжается борьба вновь, оказываются рядом Пафид и Винкельхок, это при том, что Винкельхок побывал третий раз в боксе для того, чтобы отбыть свой штраф, но вот за счет этого нового разворота Гарри Пафид он вновь сумел догнать британца. Посмотрим, чем на этот раз завершится их борьба, очень любопытно, и вот сейчас идет в обгон, в атаку, вернее, после прямой старт-финиш Винкельхок, но все-таки он здесь далековат от Гарри Пафид. Это вообще стоит сказать, что, учитывая блестящее выступление Пафида на предыдущих этапах на Нюрнбург-Ринге и на Брянскетче, он осложнил жизнь себе и другим пилотам на прошлогодних Мерседесах, поскольку здесь они везут на себе весовой гандикап за успешное выступление в предыдущих гонках, и, соответственно, и масса здесь составляет больше, чем масса автомобилей Ауди 2007 года, ну и отсюда то преимущество, которое имеют пилоты, выступающие на машинах Ауди прошлогоднего года по сравнению с пилотами поддержанных Мерседесов. Ну и вот Винкельхок сейчас попробует использовать это преимущество, в очередной раз атакует Гарри Пафида, ну и позади двух этих гонщиков вновь возникает Том Кристенсен, так что здесь у нас прям тройная борьба получается между пилотами. Ну а тем временем за семь кругов до финиша Пол Дирестер продолжает полностью контролировать ситуацию впереди, он уже более чем на пять секунд опережает Тима Шайдера, на втором месте в десяти секундах позади лидера Берт Шнайдер и две секунды ему в свою очередь по-прежнему проигрывает Мартин Томчик. Здесь мы видим повтор того, как цепляя обочины преодолевает трассу вот эта группа пилотов Гарри Пафида, Маркус Винкельхок и Том Кристенсен. Посмотрите, как атакует нещадно здесь Винкельхок, пытаясь все-таки опередить Гарри Пафида, но Пафида боец неуступчивый и мы это знаем прекрасно хотя бы по предыдущему этапу, когда в борьбе за восьмое место он сумел сдержать позади себя пилота заводского мерседеса Берта Шнайдера и в итоге не дрогнул под его атаками, сумев положить в свою копилку еще одно очко. Ну и вот борьба здесь также сумел Джарвис после того, как он опередил Пафида, также догнать и Альберса, ну и здесь достаточно легко и без контактной борьбы. Джарвис преодолевает сопротивление Кристиана Альберса и теперь самое интересное, сумели за оставшиеся шесть кругов до финиша прямо также догнать и Ральфа Шумакера, но посмотрите, недалеко не все здесь решено допускать ошибку в ходе в очередной поворот Алекс Прима и в итоге, простите, Оливер Джарвис, и в итоге этим попробовал воспользоваться Кристиан Альберс, но все-таки запаса скорости ему для обгона здесь не хватило. Ну и вот интересная также здесь ситуация, Матя с Экстрем после того, как прошел Майка Рокенфиллера, стал потихоньку приближаться к Джейми Грину, хотя постепенно отрыв между ними то падает, то возрастает, но все-таки тенденция прослеживается такая, что постепенно Швед приближается к британцу и сейчас полторы секунды, даже уже менее между Ауди и Мерседесом, ну а до финиша остается в данный момент пять кругов, посмотрим, успеет ли догнать Экстрем Грина, ну а здесь Винкельхок в попытке, очередной попытке обойти Гарри Паффета, допускает ошибку в первом повороте трассы, вот трасса Гран-Пре, если вы обратите внимание, устремляется дальше вперед, и затем следует такая растянутая длинная шикана, а вот национальное кольцо, оно здесь как бы срезает основную часть круга, вот таким медленным острым поворотом, именно здесь допускает ошибку Винкельхок, и в итоге пропускает вперед себя также и Тома Кристенсена, ну и здесь Берт Шнайдер на круг опережает датчанина, восьмикратного победителя серии, восьмикратного победителя гонки 24 часа Лимана, конечно же, и Шнайдер здесь без труда проходит пилота Ауди, и теперь перед него Гарри Паффет, но если они две недели назад боролись за реальную позицию, за очко восьмого места, то теперь разница в целый круг, ну и Гарри Паффет здесь корректно, естественно, пропускает заводского пилота своего концерна, но остается, тем не менее, впереди Тома Кристенсена, вот здесь Кристенсен наверняка хотел попробовать то же самое сделать, что удалось Винкельхоку несколькими кругами ранее, но не получилось, Паффет здесь надежно закрыл калитку, и в итоге сохранял свою позицию, несмотря на то, что эта борьба идет далеко за пределами очковой группы, в общем-то, ни на что не влияет, но все равно достаточно интересно за всем этим следить, и вот, посмотрите, Паффет здесь не пускает Томчика, все-таки, ну, пропускает на выходе из поворота, судя по всему, но здесь вины Паффет абсолютно нет никакой, там было слишком тяжело ему пропустить целую вот всю эту группу, не пропустить, вернее, Кристенсена и Винкельхока, и пропустить свою очередь лидера Томчика, но в итоге все-таки он на выходе постранился и уступил дорогу более быстрому пилоту, который выигрывает у него целый круг, ну, и это все не привело никаким перестановкам вот в этой группе, а вот чуть позже Винкельхоку здесь удается, мы видим, опередить Тома Кристенсена, и сейчас он вновь оказывается впереди датчанина, но явно, что у Тома проблемы с автомобилем, именно этим объясняется то, что он реально даже не может бороться с пилотами на более старых автомобилях. Что касается борьбы впереди, то Дереста, Шайдер, Шнайдер и Томчик по-прежнему первая четверка без изменений, более того, отрывы между ними остаются практически такими же, даже порой и растут. Здесь Мара Энгель цепляет на обочине один из элементов аэродинамики, который остался от какого-то из автомобилей, ну, и то же самое здесь касается и Винкельхока, и Алекса Прима. Кстати, что касается француза, то он практически догнал Рокенфиллера, и сейчас будет с ним бороться за седьмое место на последних трех кругах дистанции, ну, и также интересная борьба вот здесь, кипит за двенадцатое всего лишь, казалось бы, место, но сразу три пилота претендует на это двенадцатое место, и Винкельхок вновь возникает в зеркалах заднего вида позади автомобиля Гарри Паппета, посмотрим, будет ли он его атаковать или нет, ну, и Том Кристенсен также готов воспользоваться любой заминкой этих пилотов. Кстати, перед этим этапом был продлен контракт с Брэнсхетчем на три года, но, в общем-то, это не вызвало никаких удивлений, Брэнсхетч и так здесь притормаживает Гарри Пафет, но все-таки удерживает свою позицию, несмотря на это такое серьезное торможение и блокировку задних колес. Так вот, Брэнсхетч и так был включен в принадлежность следующего года предварительной, ну, а теперь официально объявлено, что еще на три года продлен контракт на проведение этапа серии ДТМ Великобритании на этой трассе, ну, и в этом году действительно ошеломляющий был успех у британских болельщиков. Достаточно много их пришло на трибуны, в отличие от предыдущих сезонов, более 30 тысяч было, ну, конечно же, во многом, возможно, это связано с тем, что организаторы пригласили Льюиса Хэмилтона разогреть публику перед стартом за рулем своего Макларена, но так или иначе это все привело практически к коншлагу на трибунах, и контракт с Брэнсхетчем продлен на три года, ну, уже контракт практически, вернее, календарь на следующий сезон практически уже полностью у нас окончателен, и мы знаем, что никаких сюрпризов там не ожидается, но вполне возможно, что все-таки такие сюрпризы будут, поскольку здесь накануне вот этого этапа совершенно неожиданно возникли разговоры о том, что серия ДТМ может быть в следующем году провести свой этап в Австралии, в Северс Парадайсе, где в предыдущие годы выступали пилоты серии Чемкар, ну, а в этом году там ожидается внезачетный этап серии Индикар, и, в общем-то, никак не могут договориться организаторы гонки по улицам вот этого австралийского города с владельцами Индикара, и вполне возможно, что там в следующем году этапа этой американской формульной серии не будет, и поэтому владелец вот этого, вот этой трассы Тони Кохрейн сказал о том, что было бы здорово видеть на улицах Австралии серию ДТМ вместе, допустим, если бы они в одном уикенде выступили с австралийской популярной кузовной гоночной серией В8 Суперкарс, это был бы вообще идеальный гоночный уикенд, но пока что это инициатива именно от организаторов австралийского этапа исходит. Что же касается комментариев боссов ДТМ, то Ханс Верна Ауфрехт отвечает здесь на вопрос. И столкновение, столкновение, и посмотрите, причем Матти с Эктрем все-таки пошел в атаку на Джейми Грина, и в итоге все это на последнем круге заканчивается столкновением. Матти с Эктрем несколько поддел автомобиль британца, и в итоге выиграл на эту позицию, но подождем, что скажут судьи, давайте посмотрим. Ну, я честно говоря, думаю, что все-таки вина здесь на Матти с Эктреми. Грин уже поворачивал в этот поворот, что называется, поворот был его, и в самый последний момент Экстрем пошел в атаку, и в итоге все закончилось столкновением, Но подождем действительно, что скажут судьи после финиша этой гонки После финиша, который вот-вот уже наступит Из последнего поворота Нью-Холланд выходит Пол Дереста И он сейчас разгоняется к финишной черте Вторая победа в сезоне для шотландского гонщика Вторая в его карьере И он здесь отыгрывает два очень важных очка у Тима Шайдера Шайдер финиширует на втором месте Таким образом, естественно, сохраняет лидерство в чемпионате Но теперь с девяти очков его преимущество падает до семи Бершнайдер на старте, пускай он не сумел развивать преимущество Пола Но все-таки оказывается на подиуме Второй раз в нынешнем сезоне после победы на Нью-Буркинге И посмотрите, что-то здесь просто невероятное происходит Здесь был контакт у Мати Секторма уже с круговым пилотом, как мне показалось И в итоге Мати Секторма здесь все-таки финиширует на пятом месте До этого мы видели, он опередил Джейми Грина Ну и Грин должен быть шестым, если все нормально, он добрался до финиша То на шестом месте Но вот Мати Секторма действительно на последнем круге просто себя достаточно здесь странно ввел И давайте посмотрим Это Джейми Грин В свою очередь Джейми Грин догнал вновь Мати Секторма Возможно, что автомобиль после того контакта у Экстрма в свою очередь оказался поврежден Он стал терять темп, это позволило Грину его вплотную догнать И посмотрите, в последних поворотах трассы невероятная была борьба И в итоге Экстрем просто-напросто взял и вывернул руль в автомобиль Джейми Грина Что ж, мы говорили о том, что этот этап, в отличие от прошлогоднего, в общем-то прошел без таких стычек между Ауди и Мерседесом Все было по-честному, но под самый занавес все-таки прогремел, что называется, гром И вот здесь достаточно такая, я бы не сказал, что в рамках честных правил борьба между Экстремом и Грином И я думаю, что после финиша будет разбираться этот эпизод И подогреет он страсти между отношениями в станах Ауди и Мерседеса Ну а пока Пол Дереста празднует свою победу и направляется на круги подсчета в закрытый парк Мы сделаем небольшую остановочку, после которой вновь вернемся в прямой эфир на трассу Кополуния под Барселоной А поэтому оставайтесь с нами на спортивном канале Син-ТВ, продолжение следует В прямом эфире на спортивном канале Син-ТВ мы вновь возвращаемся на трассу Кополуния под Барселоной Где только что завершилась гонка девятого этапа серии ДТМ 2008 года Победителем этого этапа стал Пол Дереста на Мерседесе, который сумел опередить погоду этой гонки В обгоне Тима Шайдера и таким образом отыграл у немца два важных очка в зачете чемпионата И теперь проигрывает ему перед двумя финальными гонками сезона всего 7 очков Но конечно же все это несколько осталось в тени тех событий, которыми мы стали свидетелями на самом последнем круге Когда Матис Эхтом, догнав Джейми Грина, пошел достаточно опасную атаку на британца в первом повороте трассы В общем-то поворот был, что называется, уже в полной власти Джейми Грина Он в него входил по своей траектории и вдруг получил удар от Матис Экстрем Автомобиль шведа, судя по всему, оказался после этого поврежден И Грин сумел догнать, несмотря на свой разворот, вновь к самому финишу круга Матиса Экстрема Вновь пошел в атаку на него, конечно же, достаточно жесткую, поскольку Грин был разознан после этого эпизода Но Матис Экстрем не стал церемониться и в итоге это закончилось несколькими контактами между двумя пилотами Ну и в итоге вполне возможно, что это будет весьма жестко разбираться с судьями По крайней мере сейчас в закрытом парке была дискуссия вновь между Норбертом Хаугом и Хансом Юргеном Автом Все это напоминало картину прошлого года здесь в Барселоне Так что все-таки, несмотря на то, что гонка, по крайней мере, среди лидеров прошла без таких жестких действий со стороны команд То все-таки не обошлось без вот такой контактной борьбы Ну и в итоге Пол Дереста, Тимор Шайдер и Бет Шнайдер на подиуме Боже, храни королеву в честь Пола Дереста, британский гим Плестящая вторая в карьере и в сезоне победа Пола Дереста, которую он обеспечил себе сам Не на педстопах, а личным обгоном на трассе Тима Шайдера в середине дистанции В итоге он заслуженно на верхней ступеньке подиума Тима Шайдер здесь сделал все возможное Он минимизировал свои потери по отношению к Полу Дереста и уступил ему всего два очка Ну и Бет Шнайдер, также неплохая гонка И в итоге третье место после старта с Пола Мартин Томчик финишировал четвертым А вот далее перестановки произошли на последнем круге В итоге Матти Сектор стал пятым после своих маневров против Джейми Грина А Грин напротив потерял две позиции Он пропустил вперед себе Эркен Филлера и Прима И в итоге финишировал только на восьмом месте И заработал здесь одно единственное очко Конечно же это серьезно наносит удар по чемпионским амбициям Джейми Грина Ну и Матти Сектор также здесь многое потерял Но я думаю, что вполне возможно он потеряет и после финиша этой гонки Я думаю, что протест стороны команды Мерседес последует по отношению к Шведу Ну и также стоит отметить, что Райф Шумахер в итоге финишировал на девятом месте Правда, проиграл он восьмом месте у Грина полсекунды ровно Но все-таки девятое место не так уж и плохо для Райфа Шумахера Он опередил Оливера Джарвиса, Кристиана Альберса, Маркуса Винкельхока, Тома Кристенсена и Мары Энгель Который финишировал на четвернадцатом и последнем месте в этой гонке Поскольку Сьюзи Стоддарт, Бруно Спенглер, Кэтлин Рлек и Матти Слауда до финиша добраться не сумели Ну что же, напряжение в чемпионате все возрастает и возрастает Мы увидели, что не обошлось бесконтактной борьбы между Ауди и Мерседесом Это будет, конечно же, очень дискутироваться между специалистами в падоке, между командами Но подиум, скорее всего, конечно же, здесь уже никаких изменений не претерпит Все гонщики участвовали в корректной борьбе Ну и в итоге полдереста Тимошайдер и Бершнайдер У нас два представителя Мерседеса на пьедестале почета И лидер сезона Тимошайдер на втором месте Еще один подиум для этого немецкого пилота Ну и семь очков он сохраняет преимущество перед двумя этапами А значит, теоретически, уже в Лимане, в случае успешного завершения уикенда во Франции Он сумеет обеспечить себе досрочное чемпионское звание Но, конечно же, там может произойти все, что угодно и не будем забегать вперед Но я лишь напомню, что следующий, десятый этап серии ДТМ состоится 4 и 5 октября во французском Лимане И наш канал покажет и квалификацию, и гонку в прямом эфире Обзор девятого этапа серии ДТМ смотрите на нашем канале во вторник, 23 сентября в 22.05 Естественно, мы тогда уже подведем более детальные итоги этого Продолжение следует... Продолжение следует...